Уважаемые товарищи, более недели назад я поручил правительству совместно с областполкомами активизировать работы в агропромышленном комплексе и прежде всего увеличить темпы сево-азимых. Вопрос номер один. Он не терпит отлагательств, потому что азимые поздно сеять нельзя. Они просто погибнут. Я просил работать не просто в световой день, как у крестьян принято говорить, но и там, где это возможно, ночью. В связи с этим заменились, как известно, темпы уборки других культур. Десять дней тому назад мы имели всего лишь половину, а то и меньше, выполненных работ, которые надо выполнить осенью. Кроме азимого сева, нужно обработать пошву еще и прежде всего спахать, потому что это самый тяжелый вид работы в сельском хозяйстве в полях. Надо убрать огромные площади, которые мы заняли под кукурузой. И это не только на силос, но прежде всего на зерно. Также надо было убрать яровой рапс, может, кого-то еще и азимый остался. Это тоже зерно и корм после того, как мы получим масло. То есть работ непочатый край. Поэтому была объявлена тревога, можно сказать. Я хотел бы сегодня услышать доклады о конкретных результатах проделанной работы. Предварительные итоги уборки зерновых, как я сказал, были подведены. Я не вижу там абсолютно никаких проблем. Госзаказ выполнен. А госзаказ – это прежде всего обеспечение хлебом населения. Что беспокоит, может, сегодня? И это важный вопрос, ответ на который я бы хотел услышать. Как будем и за счет чего кормить скот? С населением у нас проблем нет и быть не может. Ни по одним культурам. Ну, я думаю, премьер тут скажет, что у него за перебои, как некоторые говорят, были с сахаром. С чего бы вдруг? Запасы на складах огромные и переработку начали. И вдруг что-то там обвалилось. Смотрите, мужики, еще раз обвалится. Этот обвал будет вот оттуда, от торговых сетей до правительства. Я понимаю, если какое-то несчастье, чего-то не хватает. Видите ли, не успели завести, логистика подвела. Это что, в Великобритании? Водителей не хватает, чтобы топливо завести на заправке. Ну, так я же не Джонсон. Я же знаю, откуда ноги растут. Поэтому смотрите, чтобы у нас ни по ценообразованию, ни по поставкам в магазины для населения не было перебоев с товарами. Хотелось бы услышать, что тормозит завершение работ по азимовому севу и заготовке силостных кормов. Какие вопросы остались нерешенными? Что сегодня нужно еще дополнительно аграриям? Но, еще раз говорю, речь об окончании сева азимов сегодня не идет. Я надеюсь, что к концу дня у вас будет 90%. И те хвосты, которые у вас останутся, вы их обрубите в течение одного-двух дней, как говорят крестьяне. Но дальше тянуть с азимовым севом нельзя. Еще раз хочу предупредить аграриев и, прежде всего, губернаторам. Впереди ваши отчеты по падежу скота, по сохранности, скажем так. И это уже вопрос генерального прокурора. И не думайте, что об этом забыто. Мы не можем десятки тысяч голов гробить ежегодно, потому что это деньги. Убедительно прошу сохранять технологическую дисциплину. И вообще без дисциплины никуда. Поэтому отсюда мои жесткие требования.